Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт». Мы говорим о служении, о жизни в эфире программы «Влияние». Искренно рад представить гостя нашего эфира Николай Алексеевич Бугриев. Приветствую вас. Приветствую вас, Геннадий. Мир вам всем до умножиться. Приветствую вас в любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Спасибо, что вы меня пригласили. Я рад быть вместе с вами. Спасибо вам. Друзья, краткая визитка. Николай Алексеевич Бугриев. Старший пастор церкви Rockland Baptist Church. С супругой Галиной. 46 лет в браке. У их шестеро детей и 19 внуков. Николай Алексеевич, разрешите искренно поздравить вас с таким прекрасным юбилеем. Господь уже подарил вам такую возможность праздновать 70-летие. Поздравляем, благословляем. Пускай и в вашей жизни продолжается служение Господу. Пускай Господь прославится в вашей жизни и в жизни ваших деток. Я хочу, чтобы в этом эфире мы вспомнили яркие моменты из вашей жизни. Такие цифры Господь дал красиво. 70. Может быть, некоторые моменты мы вспомним. И пускай через это все будет слава нашему Господу. Скажите, пожалуйста, в какой семье вы родились? Я родился в семье верующих людей, евангельских христиан-баптистов. Слава Богу. И дедушка и бабушка тоже у меня были верующие. И родители были верующие. В третьем поколении? Да, я в третьем поколении. Моя бабушка, она была Дорошенко. Ага. Вот. У нее украинские корни. И дедушка тоже, они были из Запорожья. Дедушка с бабушкой. Они были из Запорожья, потому что когда-то их папа, моего дедушки папа, возил соль из Запорожья на Кавказ. А оттуда возил картошку в Запорожье на быках. Вот. Около двух месяцев на быках надо ехать. Дорога два месяца. И вон он ездил, вот на быках возил, возил. Потом взял семью, погрузил и перевез на Кавказ туда. Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край. Вы родились в Ставропольском крае? А я родился в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии, в Усть-Джигуте. Уже они переехали из Зеленчука в Джигуту. Мой папа родился в Зеленчуке, а я родился уже в Усть-Джигуте. Среди мусульман. В окружении мусульман. В окружении мусульман, да. Вот вы как-то так спокойно. Абсолютно. Это прекрасные, хорошие люди. То есть вы могли с ними находить общие языки? Я и сейчас могу. Я езжу в Турцию, езжу в Ливан, и у меня с ними хорошие отношения. Ну, вы сейчас нам поделитесь секретом. Ну, я расскажу. Чуть позже, да. Как вы так можете с ними тоже договариваться? Все-таки они тоже люди, сердце есть. Только знать бы, как с ними говорить. И что говорить. Вот это важно. Вспомните, пожалуйста, вы еще в возрасте подростка, с 12 лет уже покаялись. Это был, по-моему, праздник Жатвы. Праздник Жатвы. Вспомните, пожалуйста, что это за день был. Вы помните? Мы тогда были, когда в 61-м году было отделение. Вот, разделились церкви. Орегистрированные и нерегистрированные. Мои родители пошли в нерегистрированные. Даже так? Я был в нерегистрированных. Вот. Я был в нерегистрированных. И нас, мы с Иноземцева ездили в Пятигорск на собрание. И там был такой Иван Иванович Бавин. И у него дома проходили служения. Когда у него дома проходили служения, домик маленький, небольшой, вот мы все дети там собрались и нам там проповедовали. И меня Господь побудил, и я покаялся. Я когда покаялся, то когда мое покаяние, не один я покаялся, нас много покаялось. Вот, потому что такое было, ну, дуновение Святого Духа. И когда мы вышли, нас милиция ждала уже. Милиция нас уже сразу всех арестовала. Особенно тех, кто покаялись. Нас всех переписали, записали. Даже детей? Ну да, это был 67-й год. Но не даже детей, детей, конечно. Потому что они же покаялись, они же проявили свое желание служить Богу. Это значит, с их точки зрения, они крайне испорчены уже, понимаете? То есть это те, которые будут пропагандировать уже другое. Это уже для них объект преследования. Потому что надо уничтожать это сначала, как они говорили. И тогда нас переписали. Потом в школе меня за это выявили перед всем классом. Ну, стали мне говорить плохие слова. Стали убеждать, что Бога нет. Ну, это все такое мелочь. Я это все не воспринимал. Когда я в 7 лет прошел в школу, и когда учительница мне первое, что сказала, когда увидела мою фамилию и завела к себе там в учительскую, она сказала, ты запомнишь, что Бога нет. Вот где твой Бог? Видишь, Бога нет. Ну, как маленькому ребенку, 7-летнему ребенку. Вот она меня убеждала, убеждала. Я не мог понять, что она говорит. Потом пришел домой, папа спрашивает. Говорю, папа, учительница сказала, что Бога нет. Он мне открывает 13-й псалом и читает. Я запомнил наизусть. Сказал, безумец в сердце своем. Нет Бога. Ха! Ну, как эта учительница безумец? Она же умная женщина. Она же Александра Терентьевна, вот, сейчас помню, как ее звали. Она меня ненавидела страшно, жутко. Вот это хорошо, что она меня ненавидела. Когда она меня ненавидела, у меня в сердце вера укреплялась. Потому что я понимал, что она действительно безумная. У нее каска была вот такая короткая, из слоновой кости. Она у этой каски меня била до крови. Семилетний ребенок. Вот. Издевалась надо мной. Если я, не дай Бог, сижу в классе и смотрю вот так вверх, она говорит, что ты ангелочков высматриваешь. Если я, не дай Бог, в окно глянул, ты что ангелочков там смотришь? Вот так, при всех все время. И вы боялись, наверное, дома сказать, что вас бьют? Ну. Не, вы говорили? Ну, я говорю, а что ты сделаешь? За это поощряли ее. Ну, это хорошо. Это хорошо у меня. Это вы сейчас так говорите хорошо. Ну, это хорошо для любого человека, потому что вырабатывается анти... анти... ну... антагонизм такой, понимаете? Обратная реакция срабатывает. Обратная реакция срабатывает, и тогда ты начинаешь думать, слушай, слушай, подожди. Ну, почему она меня бьет? Вот, за то, что Бога нет. Если его нет, зачем же меня бить? Да, зачем бить, если его нет? Зачем меня бить? Как мне папа сказал, если Деда Мороза нет, ну, докажи, что он есть, докажи, что его нет. Его нет же, его нет, его нет же. Нет, конечно. Люди переодеваются, я... Если Бога нет, зачем он тебя бьет? Зачем он издевается над тобой? Он, конечно, приходил, разбирался там, ну, мало что сделать. Его самого КГБшники таскали. Мы же тем более были в Совете Церквей, и они меня убеждали, чтобы я не ходил в собрание. А чем больше они меня убеждали не ходить в собрание, тем больше мне хотелось пойти туда. Тем больше я хотел туда пойти. И вот это вот... Вот это я пришел, и когда я услышал хорошую проповедь, и когда я услышал, я покаялся, я покаялся. И от того, что потом они мне там говорили, ну, да, неприятно было, да, оно как-то для ребенка чувствительно, может быть, может, когда-то и плакал там, расстраивался, но в сердце другое росло. В сердце что-то другое вырастало. В сердце вырастала вот эта маленькая такая уверенность, что все-таки Бог есть. Потому что я уже, будучи маленький, у меня была одна проблема, я провинился там, и я иду домой и думаю, что же мне делать. Я же прогулял там, портфель потерял, столько дел натворил там, всего там было. Вот тем более мы носили портфель, и там чернильницы у нас стояли. Вы вообще разлить ее можете? Ну, обязательно, его же махать надо им, понимаете. И вот все разлито, и все я натворил там. И вот я думаю, что же делать. Я встал на колени перед домом уже вечером и помолился. 8-9 лет было. Взял и помолился. Помолился, иду домой. Прихожу, папа спрашивает, где портфель потерял. В чергилах. Ну ладно, иди спать. Вау! Ну это только Бог мог мне помочь. Больше никто. Защитил. Больше никто. Спасибо. Николай Алексеевич, в 18 вы принимаете крещение, идете в армию. Как армия вообще отдалась вам? Ну, до крещения я еще, я еще, у меня есть еще свидетельство. Пожалуйста. Когда мне было 9-10 лет, я же вообще не умел разговаривать. Как? Я потерял речь, я сильно заикался. Я так заикался, что когда шел в магазин, мама мне писала, купить булку хлеба, килограмм сахара, два килограмма муки. Я прихожу, вот так показываю, и в школе вот эти все вот эти притеснения, они на меня все вот так влияло, я не мог разговаривать. Да, вы что? И тогда мне было 9 или 10 лет уже, я был в третьем, ну не в четвертом, в четвертом классе, вот, узнали, что в Кисловодске есть психотерапевт, экстрасенс. Ой-ой-ой. И он лечит от заикания. И меня, папа туда привез, ну легально, в платной поликлинике, это сейчас мы вздыхаем. А тогда это было в 68-й год, кто там что понимал. Вот, и папа ничего не знал, и мы никто ничего не знали. В платной поликлинике официально он меня привез туда, и тот меня зарегистрировал, тогда уже были новые деньги после 61-го года. Два рубля мы заплатили, огромные деньги это были по-новому. Вот, заплатил деньги, и я, значит, ознакомился, и потом я приехал сам. Через три дня я приехал сам туда, дали мне 20 копеек на электричку, я приехал на электричке, сам нашел эту платную поликлинику. Пришел туда, взял карточку, зашел туда, и нас, он нас взял, всех записал, и заводит в комнату. Вот такая темная комната, как здесь. Заводит в комнату, закрывает двери, окна все занавешаны, и говорит, а сейчас, сейчас вот вас всех качает. И вот каждый человек стоит, и его вот так качает, вот так, вот так качает, вот так качает. Так не валяшка, да? Ну, да, да, вот так по кругу. Я смотрю, их качает, нас было 9 человек там, их качает, они вот так крутятся, а меня не качает. Я так смотрю на них, смотрю по сторонам, и ничего не понимаю, что происходит. Он останавливает всех потихоньку, а их качает, чтобы они не упали, он их останавливает, и говорит, мальчик, выйди, пожалуйста, подожди меня в коридоре. Я вышел, вот, и сижу, жду его там, ну, минут 15-20, там, закончился их сеанс, он выходит, всех, всех отпустил, все уехали, я еще расстроился, хотел с ними ехать, там, на электричке, они уехали, а ты останься, говорит. И он говорит, первый вопрос, твои родители верующие? Представляете. Я молчу. Он говорит, я тебя спрашиваю, твои родители верующие или нет? Я молчу. Он говорит, я не спрашиваю, твои родители православные? Твои родители не православные. Твои родители ходят в церковь? Я говорю, да. Так вот, скажи твоим родителям, чтобы они тебя сюда больше не привозили. Как сильно. Понял, говорит. А ты, говорит, читай вслух и пой. Вот я тебе дам задание, занимайся над своей речью, а пусть твои родители молятся с тобой, и тебе все будет хорошо. Экстрасенс мне говорит. Представляете. Это говорит человек, который экстрасенс. И вот тогда у меня уже все. Я понял, что я божий человек. Что он не справился с детем, с этим, ребенком, который еще не покаялся, который еще ребенок, который просто еще ребенок. Вот просто ребенок. И он не может справиться, и он сеанс не может провести. Вот эта сила. Конечно. Сила духовная имеет величайшее значение. Когда наши дети благословенные, когда мы с детьми молимся, когда мы их воспитываем в страхе Господнем. И вот это меня защитило от всех этих влияний. И он говорит, ты не приезжай сюда. Я тебе не помогу. Слава Господу. Понимаешь или нет? И вот это... Конечно, такое сильное духовное свидетельство. Ну, конечно. Оно меня уже... Оно меня привело в сознание то, что я непростой человек. И я тогда начал заниматься в хоре, на изучение Библии уже. Руководители молодежи стали. Это потом. Потом, да. Это потом, после армии. Это потом. А это здесь я уже стал возрастать. И у меня стоял выбор, мне каяться или нет. Потому что я все время хожу в церковь, все время в церкви бываю. И тут мне, значит, надо идти в армию. Ну, как в 7-17 лет мне сказали, что призыва будет. Вот. Я... Ну, деваться некуда. Думаю, прикидываться больным. Можно было прикинуться больным. Ну, не надо. А зачем? Я думаю, ну, врать я буду... В то время же не было альтернативной службы, поэтому все братья и шли в армию. Все шли в армию. Но если ты скажешь, что у тебя холестистит или у тебя там что-то болит, то у меня там знакомый один, он, в общем-то, пропустил. Но я сказал, я не хочу это. Бог будет со мной, и я все пройду. Ничего страшного. Абсолютно. Вот. И я думаю, тут надо крещение принять. Но я не очень зрелый был. Я сказать честно, я не очень был. Потому что 17-18 лет, это возраст очень такой опасный такой. Очень опасный. И тут никто со мной ничего не мог сделать. И только Бог мог сделать что-то. Я сижу в церкви, и во время служения ко мне приходит пастор, пресс-витер церкви. Встает и подходит при всех. Во время собрания, в середине собрания, подходит ко мне и наклоняется ко мне. Ну, я 17-летний парень там весь из себя. А он такой здоровый, бывший фронтовик. Сиренченко Захаракимович. У него было 12 детей. Украинец такой здоровый, такой крепкий, хромал на одну ногу. На танки ездил. Когда КГБшники приходили, он их выгонял. Я, говорит, на танки ездил. Я, говорит, сидел. Ты, говорит, порох не нюхал. Иди отсюда. Он такой смелый был. Мог с ними разговаривать. Мог разговаривать с ними, да. Никого не боялся. Вот. И он подходит ко мне, и я так съежился, думаю, что он мне хочет сказать. А он говорит, ты крещение хочешь принять? Ну, я не очень хотел, но... Но если пресс-витер просит, то надо. Куда деваться? Я говорю, ну да, ладно. Ну, вы хотели чуть попозже, а тут... Я хотел чуть попозже, потому что я откладывал это так, между нами, говоря. Тем более, там законы еще были такие, что нельзя там до 18, надо только после 18 там. Ну, можно было и до 18, никакая разница. Вот. Но я так хотел уйти от этого. По-человечески, говорю, честно. Не был я такой искренне верующий такой, чтобы, знаешь, жизнь готова была дать. А просто думаю, ну, а ладно, приму крещение. И через две недели нам преподали крещение. Быстро. Я встал, помолился, встал на колени. Вот. И через две недели, пятигород повезли, и там ученик Карева, Гаевой, преподавал мне крещение. Очень там... Потом я узнал, что это знатный человек. Вот. Покрестил меня. В баптистерии покрестили меня. Ну, я зашел в воду. Сухой грешник. Вышел мокрый грешник. Честно скажу. Откровенно. Не было у меня такого искреннего покаяния. Когда молодежь говорит, он не готов. Ну, я не был готов. Честно скажу. Но когда я уже пошел на призыв через два месяца, и когда уже я вышел из воды, и когда я встретил своих друзей, бывших плохих друзей, я им сказал, все. У меня с вами все закончено. И когда пошел на призыв, когда меня взяли на призыв, и когда мы в Ставрополье нас собрали, погрузили на поезд, и мы всю ночь ехали до Волгограда. Я служил я в Астрахани, потом еще доехали. И вот мы ехали, они всю ночь пили, пьянствовали все. Я положил в сердце своем. Я помнил, читал в Библии, что Даниил положил в сердце своем. Вот. Не оскверняться. Я сказал, я пить не буду. Притрагиваться ни к чему не буду. Скверных слов говорить не буду. Я крещение принял. Да, серьезно. Я же крещение принял. Но не потому, что я был глубоко верующий, потому что у меня уже страшно было. Потому что я понимал, если я крещение принял, дал обещание Богу служить доброй совестью, теперь я должен. Теперь я должен. Уже я под законом каким-то, не под благодатью. У меня закон. Потому что я уже обязал себя сам. И вот они там встали меня, утром разбудили. Ты вставай длинный там, я был самый высокий. Мы тебя сейчас нальем. Я говорю, вы меня не нальете. А мы тебя заставим пить. Я говорю, вы меня не заставите. Потом я придумал такую идею. Господь послал мне. Я сказал, я с вами буду драться. Выберите два человека из вас, самых сильных. Они все пьяные. В 6 часов утра. Все пьяные. А я трезвый. Я выспался. Вот. Я с вами буду драться. Вот. Они говорят, да. Я говорю, да. Только два. Не одного. Одного мне мало. Я говорю, я сам никогда не дрался. В жизнь не дрался. В жизнь не дрался никогда. Никогда. Чтобы я что-то кого-то ударил. Не боялись? Вы так дерзали? Господь дал. Это не мои были слова. Вот мне почему-то, вот я взял, сказал такую вот, ну, неправильную вещь. Очень необычная такая история. Необычная. Понимаешь? Они выбирали, выбирали. Выбрали два человека. Я говорю, здесь не будем драться. Пойдем на перо. Ну, как раз поезд останавливается на Волгограде. Я думаю, как не убежать. А они говорят, нет, мы здесь будем драться. А я говорю, я хочу, чтобы все смотрели, как я вас буду валить всех. Обой. Они говорят, ну, давай посмотрим. Они будут с окон смотреть, а я буду на перроне с двумя драться. Я думал, как убежать. Вот. И вот мы выходим туда. А я опять молюсь. Думаю, Господи, помоги мне. На 7 метров зароют все с ними. Оба тут. Вот. А он спрашивает меня, а чем мы будем драться? Я говорю, ну, то, что я не пью, а вы пьете. Он говорит, ну, не пей. А что тебе надо? Не пей. Нам больше будет. Им вообще поровну все. Попался среди них умный. Да. Их выбрали и все. И вот так я, вот так я там потом офицер выбежал, и я поехал дальше. И потом, когда приехал в часть, я присягу не принимал. Вот. И меня потом, значит, вышел я вечером, где-то месяц, через месяц, наверное, после начала службы, вышел в поле в Астрахани, пустыня, камни, там, глина такая, вот, знаете, такие, солончак такой. Вышел где-то в 10 часов вечера, отбой. А я вышел на улицу, ушел в поле, вышел в поле, и что-то меня так побудило, я встал на колени. Глубокая ночь, 10 часов вечера, и я стал молиться. Вот это первый раз, когда я по-настоящему стал молиться. И я когда стал молиться, у меня стало светлеть, вот такое сияние, я стал видеть, сильнее, сильнее, сильнее. И я стал голову поднимать, стою на коленях на земле, вот так руки держу, и вот так поднимаю голову вверх, и вижу сияние. И вижу такое вот сияние, сияние сильнее солнца, такое, знаешь, вот такое сияние. Вот как что-то такое, сияние, оттуда идут лучи вот такие, изливаются на меня лучи вот эти вот, они на меня льются. И я смотрю эти лучи, кругом темно, кругом тьма полная. Смотрю на небо, светло, прямо свет оттуда идет, и вижу, как подобие престола, что-то такое вот. Я думаю, господи, что-то такое. И вот тут я начал плакать. И вот тут меня всего как бы, всего как бы вот пронзило всего, как пролило что-то меня вот, как что-то промыло вот так у меня всего-то. Как косновение Божие. Вот что-то прошло, вот прошло через меня. Не, я не 50, я баптист, я повторяю, я всем говорю. Но через меня это прошло. У меня прошло вот это, вот это прошло, и я не помню, сколько стоял. 20-30 минут сколько я стоял, ну я сколько молился. И потом я уже вижу, оно уходит, 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 и я встал, и вернулся вообще другой человек. Все, вот тут все, вот тут все поменялось уже, все. А крещение принял два с половиной месяца назад. А вот тут вот это у меня произошло, вот это. И я служил два года в армии, меня никто пальцем не трогал, никто не обижал. Когда меня вызвали, замполит вызвал меня, и говорит, кто не комсомольцы, два шага вперед. И я, конечно, вышел. Я вышел, и говорю, я не комсомолец. А он говорит, ты такой-сякой, почему? Я говорю, потому что у меня убеждения такие. Вот, я имею другие убеждения по идеологическим соображениям. Не кричал, что я баптист, что я там то-то, зачем? Я верующий человек, все, у меня убеждения такие. Вот. И он на меня стал кричать, ругаться, и выходят два чеченца, которые там были, у нас в роте. Выходят два чеченца и подходят к нему. Он ругается, они подходят, становятся передо мной, два чеченца. Передо мной становятся мусульмане, мусульмане, мусульмане. И говорят ему, если ты еще сейчас рот откроешь, то я тебе его закрою. Первый чеченец говорит, Умар, я тебе его закрою, понял? А следующий, Сайдами, говорит, и я тебе, и я помогу ему. Тот вытаскивает пистолет, капитан, и говорит, я вас сейчас застрелю. Они говорят, стреляй. В чем проблема? Ты поносишь его бога. Понося его бога, ты поносишь моего бога. Я тоже не комсомолец. Я тоже не комсомолец, потому что я мусульманин. А что ты его трогаешь? Его ты зачем трогаешь? Что он тебе сделал? Я их не знал, как зовут даже. Я не знал, что это за... Потом уже познакомились, да? Потом познакомились, конечно, я их совсем не знал. Но бог вот брал вот такой интересный... Даже через других людей вас защищал и вступал за вас, да? Вообще чудеса, понимаешь? И я понял, что бог вообще, он все может. И вернулся я из армии через два года глубоко верующим человеком. Еще больше утвердились. Нет, не верующим, а глубоко верующим человеком. Страстно желающим проповедовать. Уже у меня открылись уста. Я стал говорить. И я хотел только проповедовать. Потому что я молился, чтобы бог дал мне речь. И бог мне открыл уста. И я сильно хотел проповедовать. Слава Господу. И я сильно хотел проповедовать. И я поехал по селам. И по селам стал проповедовать. Там, где 5, 6, 10 старушек. Я все время хотел нести Евангелие. Я стал руководителем молодежи. Вот то, что вы сказали. После армии я стал руководителем молодежи. И стал ездить по селам. И стал ездить по поселкам. По маленьким церквам. И мне все время хотелось, все время, каждый воскресенье мне хотелось где-то проповедовать. Это у меня было такое страстное желание. Я сильно хотел проповедовать. Вас не дали доучиться, потому что также вопрос вероисповедания, он тоже решил вашу судьбу, что вы не смогли получить образование. Ну, как сказать, КГБшники, конечно, они меня как впрямую не таскали, но за мной следили. И они сделали очень хитрый ход. Они очень хитрый ход сделали. Когда я третий курс заканчивал уже. Тогда уже подошли. Да, инженер-технолог общественного питания. Я уже заканчиваю третий курс. Экономический институт, инженер-технолог общественного питания. Я все учился. Учился хорошо. Все нормально. Но прихожу на экзамен, он так лист ложит и говорит, так, Бугреев, один вопрос тебе. Ты должен написать, что первично, что вторично. Могу тебе подсказку сказать. Материя первична, сознание вторична. Помнишь, мы проходили на уроке? Я говорю, помню. А что сознание это продукт высокоорганизованной материи. То есть Бог это продукт материи. Другими словами. И что первична была материя, а вторична сознание. Ты должен это написать, и я тебе ставлю зачет. Что ты прошел? Ничего не надо. Ну и тут у меня стало. Стоп. Я отрекаюсь от Бога. Но там же подстилка другая. Я же признаю, что Бог это тварное существо. Это не Бог, который сотворил все. Бог же сотворил все. Бог, духовный, святой Бог сотворил все. Он сотворил материю. И теперь мне говорят, не, не, не. Материя была первична. Напиши вот тут, что материя первична, а сознание вторична. Я сказал, нам придется расстаться. Все. Я не смогу пройти этот предмет. Это невозможно. Ну, твои проблемы, брат. Все. Смотри сам. Я к нему ездил домой с ним, разговаривал. Я не могу, у меня есть поручение. Сверху поручение о том, чтобы вот так прижать и вот так да, да, нет, нет. Если нет, тогда... Прошло несколько лет. Мы сделали фильм «Жизнь Иисуса Христа» в 86-й год и запускаем его в городе Железноводске и пришли в городсполком и просим разрешения, чтобы в кинотеатре показать этот фильм. Да. В комиссию ставит этого человека Сидоренко, я фамилию помню. Он приходит в комиссию, на меня смотрит и говорит, привет. Я говорю, привет. Вот. Сели они, мы отдельно, они отдельно включили фильм, полтора часа смотрели жизнь Иисуса Христа. Он посмотрел, все они посмотрели и он ко мне подходит и говорит, я тебя приглашаю в институт, я тебе все уроки сделаю, все предметы напишу тебе. Я тебе все проведу, ты закончишь институт, я тебе гарантирую. Я сказал, честь имею, спасибо большое, будьте здоровы. вот там моя жизнь. Николай Алексеевич, сильно. Как вы встретили свою супругу? В своей церкви. Ага, вы были в служении, вы видели? Да, в своей церкви. Она участвовала, активная была? Ну да, она активная, она в хоре пела, стихи рассказывала. Ну конечно, она была самая красивая, естественно. Я даже не сомневаюсь, в это красиво. Абсолютно. Слушайте, но то, что вы сейчас имеете, это же многое благодаря ей. Ну, большинство благодаря ей. Жена служителя, это наше время, спросить даже молодых, молодежь, девушек, спросить, хочешь ли ты, чтобы твой муж был служителем, большинство скажет. Она пыталась меня запретить заниматься служением, когда она... Вы все не рассказываете. Она с детьми оставалась, и в 91-м году, когда я уехал в Кирово-Чеперск крестить, много людей покаялось. Там был мой друг Анатолий Оленик, и я уехал туда крестить. 40 человек в холодной реке крестили мы. В это время, когда перед крещением мы проводили беседы с крещаемыми, которые... Неверующие люди. Это было... Это было огромное количество людей, которые шли в церкви. И одна женщина была одержимая. Очень. Не одна, там несколько их было. И мы над ними молились. И мы вечером над ними молились, и вот она... мы становимся... Я и он. Она встала на колени, вот она на колени встала вот так вот. Вот она на колени, она вот так стоит. И вот она вот так падает на землю, и вот так встает. Это ж сила какая надо, чтобы подняться. А ноги никто не держит. Это сила нужна. Ты представляешь, она вот падает и вот так встает. Вот падает, вот так встает. И потом из нее козлячьи голоса, коровьемычание, кукареканье, в общем, разные вот эти звуки. И такая рвотина из нее как бы... Звуком выходит. И мы над ней молимся, 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 молимся. И сгоняли бесов вот этих вот. Мы молились над ними. Одна, потом вторая, потом третья. Вот. И на следующий день я звоню своей жене и спрашиваю, как дела там, как семья. Она говорит, у нас вчера дети все чуть не умерли. Ужас. Это ж такая духовная война. Да. А расстояние полторы тысячи километров. Она говорит, у всех была температура 40-41. У всех. У всех детей страшная температура. А она сама беременная. Пятеро детей была тогда еще. А говорит, температура у всех поднялась. Температура страшная. Я, говорит, не знала, что делать. Я не знала, что это такое. Я хотела скорую вызвать. А куда их? А что? Температура высокая. Не знаю, что делать. Я тогда, говорит, встала на колени и стала молиться. И сказала, она сказала, больше я мужа никуда не пущу, потому что оставила меня со всеми детьми. Я сама осталась. Вот дети пропадают. что случилось, я не знаю, что с ними. Вот она все это видит, и это для нее стоит. Она стала молиться и стала каяться. И говорит, я отпущу. Если он еще раз поедет, я отпущу. Только спаси детей моих. Господи, да. Ты мне скажи, что с детьми все хорошо, и я его отпущу. Да, да, вот так. И вот я, говорит, пока стояла, молилась, и потом, говорит, минут 15-20 молилась, говорит, потом встала, никакой температуры нет. Никакой температуры, как-то еще не было. Господь помиловал сразу. И я ей звоню, а она плачет, рассказывает. Я говорю, а мы вчера бесов изгоняли. Она говорит, ну вот, наших детей чуть не тронули. А мы молились, чтобы они не шли в наши семьи, в наших детей. Мы молились об этом. Именно об этом. Это очень сложное дело. Духовная брань. Не каждый служитель согласится молиться за таких людей? Да, очень сложно. Николай Алексеевич, время евангелизации. Вы становитесь ответственным за евангелизационный отдел. Вы по жизни вообще миссионер. Какое тогда было время? Вот вы ездили, говорите, молились, там крещение проходило. Сколько поселков, сколько городов у вас была возможность там ездить? Пять поселков, где Господь через меня открыл церкви. Слава Господу. Пять небольших поселков и город Железноводск. В Железноводске тоже открыли церковь. И вы, получается, там уже получили приситерское служение? Да. Меня рукоположили. Вы знали, что вы будете служителем? Как вообще вы были готовы к этому? Нет, я не знал, что я буду служителем. Я не собирался быть служителем, скажу честно, откровенно, честно, прямо. Я хотел проповедовать. Больше ничего. Я хотел ехать и проповедовать людям. Выходить вот в парке. Мы стояли и стоим и проповедуем. И люди стоят и слушают. Вот это мне нравилось. И в церковь звали. Ну да, и в церковь звали людей. Вот это мне нравилось. Мне нравилось благовествовать, ездить по поселкам, новых людей встречать, им проповедовать и открывать церкви. Спасибо. 31 год назад вы эмигрируете в Соединенные Штаты, вы приезжаете в Первую Славянскую церковь. Это Федор Петрович Карпец вас встречал. Да. Вспомните, что за время такое было? Какая церковь была тогда? Время страшное было трудное для меня, потому что я оставил все свое служение. А оставил все служение, потому что у нас началась война в Абхазии. И я не хотел ехать, я не хотел оставлять церкви свои. Маленькие, но церкви, это сейчас бы хорошие... Спасенные люди. Да. В каждой церкви уже было по 30-40 человек. Слава Богу. Хотя я начинал с пяти, там с семи. Вот. И церкви растут, и все, евангелизация идет, свобода идет. Время пробуждения. Время пробуждения. У меня сестра уехала, брат уехал, родители уехали, другой брат уехал, я с братом остался, две семьи, все уехали, и моей души ищут. Как говорится, мама звонит, надо приезжать, жена говорит, уезжаем. Я говорю, я никуда не поеду, потому что у меня все было, все было хорошо, все было в достатке. Материально я жил прекрасно, великолепно, великолепно. Я занимался голубой елью, сеял семена голубой ели, голубую ель сдавал в зеленстрой, и, в общем-то, мне хватало. Нашли вы такую отрасль. Господь дал. Дал в отрасли. Все Господь дает. Вот. И, значит, ехали чеченцы в Абхазию воевать, и недалеко остановились от нашего дома. Один из моих сыновей, там, мальчишка, 8 лет, сколько ему было, побежал посмотреть. Нет, ему было, да, 11 лет ему было. Побежал посмотреть. А у них перестрелка началась. Ему прострелили штанину. Штанину прострелили. Штаны. Так, близко. Ну, я понял. Вот, голень. Прострелили. Тело целое, а дырка в брюках, ой, ну, в штанах его там. Вот. И он приходит домой, а что за дырка такая? Вот. А там дядьки стреляли. Ну, тут все. Она говорит, все, мы должны уехать отсюда. Война началась, мы должны уехать. Все, иначе мои все дети там погибли. Она как мамочка, она же чувствует, что вот это предупредительный такой знак, а в следующий раз могут попасть. и потерять ребенка. Я стал молиться, я стал молиться, документы я не готовил, мне брат все приготовил, сказал, я тебе приготовлю, если не поедешь, не поедешь, поедешь. Леонид Алексеевич, мой старший брат, знаешь ты его. Да, конечно. Вот, и тут я, конечно, понял, тут отсюда звонят, тут жена, тут все, я сказал, все, едем. Я встал в церковь, сказал, братья и сестры, простите меня, но я должен уехать. Господь меня призывает на другое место. Как вас встретили в Сакрамонте? Великолепно встретили меня, очень хорошо. Вспомните, каким вы запомнили Федора Петровича Карпицева? Добрым, хорошим, приятным, гостеприимным, золотой человек. И вы как раз с ним начинали тоже служение, вы были вторым пастором, я настолько помню. Да, если бы он был живой, я у него сейчас тоже был бы вторым пастором, я ни за что не ушел бы от него. Ни за что не ушел. Это сильно, это сильно. Я серьезно говорю. Я верю. Я серьезно. При нем вы были и администратором церкви, и ответственным за молодежь, и ответственным за миссионерский отдел. Как так у вас, ну вот все хватали, все делали. Ну, энергия была, молодой был. Ну, еще Федор Петрович, видимо, доверял вам. Он доверял мне, да. Он мне доверял. Скажите, вот я помню то время, я начал работать в травл-агентстве, Mission Travel, и когда ко мне начали приходить молодые люди, покупать там 60 человек, едет на миссию, Магадан, да? Магадан. И говорит, дядя Коля организовывает, дядя Коля Бугре. Я думаю, кто же это такой, дядя Коля? Ну, потом уже знал, что это Николай Алексеевич Бугреев. Но для них... Дядя Коля и сейчас все один. Для них вы были дядя Коля. И сейчас. И сейчас тоже, да. Как так? У вас такое желание появилось? Это сколько групп поехало? Почему? Почему? Потому что мы приехали в Америку. Год, два, три, четыре, пять. Я вел изучение Библии по понедельникам. Помните? Людей очень много собиралось. Очень много собиралось людей. Но они приходят к Богу, к крещению. Они становятся верующими. Дальше что делать? Ну, так что это потрудиться? Стоп. В церквах кто им даст что делать? Не, не дадут старшие. Не дадут. Там все занято. Да. Все. Там двигаться некуда. Я им говорю, поехали проповедовать. Поехали в Магадан. Не, не в Москву. Почему Магадан? А потому что там забросили Магадан. И там церкви когда-то были. И потому что там верующих христиан ссылали туда. Ааа. И там было очень много верующих, которые там были. В 54-м году, когда Сталин умер, в Магадане собралось около 50 пасторов в Магаданской церкви. Отпустили из лагерей. Это мне вот Сереветникова Валентина Ивановна рассказывала, живой свидетель. Вот. И там было много верующих. Но потом все забросили. И ехать надо проповедовать там, где тяжело. Молодежи нужны трудности. Их нельзя пускать в Москву. Или в Санкт-Петербург. Или в Нью-Йорк. Они должны идти туда, где нужно проповедовать Евангелие. И когда мы туда приехали, и там в Магадане было много брошенных детей. Родители побросали детей и уехали на материк. Потому что перестали снабжать Магадан. И они детям говорят, мы скоро приедем. Уезжают и не возвращаются. Ужас. И мы собирали до 200 детей в лагере брошенных. Вот они по свалкам ходят там. Брошенные дети. Вот. Мы собирали их, проводили лагеря. 10 дней лагерь проводим, кормим, одеваем, обуваем, любим их и купаем их, учим их молиться, учим их жить. Это золотое время было. Мы столько детей, Господь через нас спас. Передать нельзя. Слава Господу. Лагеря были по 150, по 200 человек. И группа за группой отправлялись. И мы снимали огромные школы, огромные здания, интернаты. Снимали, в рент брали. Нам весь лагерь обходился 5000 долларов. Всего. Это же нам под силу. Конечно под силу. Для американцев. Конечно, мы легко это делали. Мы приезжали туда, мы привозили туда батуты, привозили туда игры, привозили оттуда детское оборудование, привозили туда все. Мы ехали загруженные полностью, везли туда. У нас дети собирались сотнями там. У нас дети с поселков собирались все. Они слушали это слово Божие. Мячи им привозили. Все им, игры все привозили. Как для детей, все, что необходимо, вы все это делали. Вы через какое-то время становитесь ответственным, это президент Тихоокеанского объединения. Как вы это восприняли от Господа? Все-таки это же высокое доверие. Вас признали служители этого побережья. Ну, я бы не сказал, что это высокое доверие. Это большая ответственность. Восемь лет. Восемь лет. Два срока. Ну, я до этого там был руководителем миссионерского отдела. До этого был руководителем миссионерского отдела. И когда меня предложили, я не думал, что за меня проголосуют. У меня не было такой у меня особенной цели. Я так думаю, пускай будет-будет. Но раз Господь избрал, я думал, что мы мы сможем много сделать. И благодаря тому, что когда я был председателем, то мы я принял 22 церкви, а сдал 36 церквей. Слава Господу. Ага. Сдал 36 церквей. Принял 4 отдела, сдал 16 отделов. Вот. И принял был один дом, а я еще 4 дома купил. И купил Sierra Pines Camp и купил Pacific Tree Store. И объединение обогатилось очень много. Вы говорите, Pacific Tree Store, то есть люди, верующие жертвы туда одежды, такое, это продается. И на миссионерские служения. Слушайте, как вы продумали. У вас хорошая команда была. Ну, Вы действительно успешны были. Команда была хорошая. Хорошо было все, да. Игорь Алексеевич, вы лично посетили более 20 стран. Да. С проповедью Евангелия. Да. Как так, что вы еще попали в Турцию? Ну, опять-таки, я был председателем, и там была конференция, и я поехал на конференцию, азиатская конференция, там было 120 человек, все миссионеры, труженики с Афганистана, с Ирана, с Ирака, они все там собрались, мы проводили там конференцию, сняли гостиницу, вот, и когда сняли гостиницу, проводили конференцию, и для тех людей, для турок, кстати, вот, и для русских, немножко было там, и я когда пришел к ним в церковь, где они в церкви, там Киркор, пастор церкви, там 4 церкви, одна иранская, потом армянская, потом турецкая, и русские туда ходят, и русские ходят, я говорю, а русских сколько тут человек? Ну, человек 70-80. Прилично. А вы церковь не хотите сделать? Они говорят, хотим, но никто не приезжает, все боятся. Ну, конечно. Страшно же ехать. Ну, я же раздавал Евангелие там на центральной улице, мы стояли, инжилы раздавали. Взяли официальное разрешение, нам разрешили, мы два вечера стояли, Евангелие раздавали в Турции, в Стамбуле на центральной улице. Не боитесь вы их? Ну, они же люди. Они же люди. Они же люди. Не надо думать, что они не люди. Но есть среди них очень радикальные люди, которые могут у вас жизнь забрать. А среди нас нет. А среди нас все хорошие, да? Ну, не знаю. А мы в золото, да. Ну, я бы не говорил так. И? Они все нуждаются в спасении. И их сегодня приводит, и когда они встали, стали рассказывать свидетельства, как они стали христианами, большинство людей, которым сегодня Господь является во сне. во сне является, приходит и помогает, и что-то делает. Отвечает на их нужду. Отвечает на их нужду. И это Христос. И он потом просыпается, говорит, один вот мой друг был, он умер в прошлом году, вот, и говорит, меня Христос привел. Я в Хизбалле был. Я учился убивать евреев. Говорит, я учился, я военный был. И вот я, снизу мне солнце, я тону в болоте. И я к Мухаммеду обращаюсь, он не отвечает. Аллаху обращаюсь, не отвечает. Людям, всем своим обращаюсь, никто мне не помогает. А потом Иисус, смотрю, Иисус, точно Иисус, говорит. Чего Иисус сюда идет? Это же еврей. Это же враг, это же еврей. Он же с еврейского народа. Он идет, меня вот так с грязи, говорит, вытаскивает, ставит меня на твердую такую почву и говорит, иди и будь моим учеником. И говорит мне, иди проповедуй Евангелие. Он мне сам свидетельствует. Он говорит, меня Христос спас. Я не могу остановиться, я не могу рот закрыть. И многим является Христос. С Ирака человек, мне подходит брат именно, ну, он араб, он не мусульманин, он араб. И говорит, приезжайте к нам, вы не будете проповедовать на улице, я вас повезу по группам, учите людей, что такое покаяние, что такое крещение, что такое слава христианства, хлебопреломление, мы не знаем, но мы хотим быть христианами. Наши люди хотят веровать в Иисуса Христа, но боятся все нас. Да. Боятся. Николай Алексеевич, не могу не спросить, у вас особенная любовь к Израилю, вы любые программы, радио, какие-то мероприятия, поддержку Израиля, вы очень поддерживаете. Почему? Потому что Христос с Израиля. Какой вопрос? Почему? Я всегда туда приезжаю, и я иду по Библии, где я не бываю, я открываю Священное Писание, и говорю, вот здесь Христос был, вот здесь Илья был, а вот здесь был Моисей, а вот здесь был Иисус Навин, а вот здесь был... Я сверяю все с Писанием, я все проверяю. Сколько раз вы были в Израиле? Четыре. Солидно, я ни разу, представляете? Не могу не спросить, вы только вернулись с поездки с Грузией, какая Грузия сейчас, какие церкви в Грузии? Грузия заброшенная и нуждающаяся в Евангелии. Почему заброшенная? Очень бедная, заброшенная именно евангелистами. Есть там православие, евангелистами, она оставлена. Там нужно Евангелие сегодня нести. Они все формально верующие, они все формально, никто никуда не ходит, но русские все, которые эмигрировали, уехали... А сейчас же эмигрантов много с Россией? Да, но они проехали, они проезжают, они не останавливаются там, потому что даже грузины, которые родились в Грузии, если 20-20 лет прожил в России, не дают грузинское гражданство. не дают. А русским тем более не дают грузинское гражданство. А украинцы, которые проехали, они сразу все уехали. Да. Была у вас возможность, да, в церквях побывать, увидеть, какая обстановка? Да, поэтому я говорю, там надо сегодня проповедовать, надо помогать. Кто хочет ехать на евангелизацию, езжайте в Грузию, преследование нет, все свободно, все можно, все открыто, все доступно. Спасибо. Более 17 лет, вы старший пастор Rockland Baptist Church. Что это за церковь, Rockland Baptist Church? Расскажите о ней. Ну, это скала, это Христос, это скала на этой земле. У вас шикарная церковь. Скала на земле, и Христос, если мы основание будем делать на нашем Иисусе Христе, как это является в моей семье, кстати, вот про мою семью, очень важно. А это правда, все ваши дети были на миссии? Абсолютно. Слава Господу. Вы же не только молодежь возили и в самые сложные места, так как вы говорили, это вас закаляло, и вы их закаляли, вы еще в своей семье, своими детьми. И они там формировались настоящими христианами. У меня старшая дочь Марина, у нее муж Дима, молодежный пастор. У меня второй сын, Алексей, он дьякон, и жена у него Оля. У Марины четверо детей, уже двое приняло крещение. Слава Господу. И у Алексея четверо детей, двое приняло крещение. Слава Господу. Третий сын пастор тоже, в американской церкви его рукоположили. Он 9 лет жил на Гавайях, его в американской церкви рукоположили, у него четверо детей, еще маленькие дети. Четвертый сын, Павел, тоже пастор, он был 9 лет пастором в Филадельфии, в американской церкви, которой 285 лет он там был пастором. Сейчас вернулся сюда, в Сакраменто. У вас? У вас в церкви? Нет, не у меня. Но он американец. Вот. И он, значит, у него четверо, и сын принял крещение. Его сын уже. И следующая Катя, у нее тоже двое детей маленьких еще. Тоже сын, муж ее очень хороший христианин, очень хороший такой труженик в церкви, очень полезный. Ну и самая младшая бибельская, шестая Леночка, она вышла замуж за американца, и он тоже миссионер, он жил во Вьетнаме, там лет 5 или 6 миссионером. Вот. Но она по-русски почти не говорит. Она только с нами по-русски говорит. Школа Алексеевич, просто я, просто благодарность Господу, вы перечислили ваши дети в служении, как такие родители. Все в служении. Все в служении. Папа с мамой всю жизнь служат людям, и теперь ваши дети служат. Искренне приятно это слышать. Для нас, родителей, что хочется? И в Грузию со мной ездили, внуки со мной ездили, и дети ездили. Слушайте, как вы. У вас 19 внуков, слушайте. 19 внуков. Как вы... Правда, что внуков чуть больше любишь, чем деток? Не чуть больше, а намного больше. И чуть-чуть больше. Намного больше. Намного больше. Совершенно другое отношение к внукам, совершенно другое отношение к внукам, чем мне. Почему? Это ваша кровь? Это ваше предложение? Это ваш род? Нет, нет, нет. Скажу почему. Потому что к детям... Во-первых, я был молодой. Мы с женой были молодые. Во-вторых, мы были строгие. Я был очень строгий. Я был очень строгий, и я воспитывал в строгости. Жена, конечно, была добрая, но я был строгий человек. За что они мне все благодарны? Сейчас. Конечно. Сейчас благодарны. Они все спасибо говорят. А мои дети еще строже к своим детям. Они сейчас не говорят, что в церковь можно ходить или нет. Они говорят, он не может не ходить в церковь. Он не может не быть верующим. Она не может. Они не могут быть неверующими. Это наши дети. Они родились у нас. Мы прошли то, что мы прошли. Нас спасли, как говорится, родители от всего. Вы молили у Господа? Помните 90-е годы? Конечно. Там и тут же все это. Мои дети много прошли. И спасла только миссия. Когда я их отсюда отправлял туда, и когда он приезжал, когда я сыну звоню в Москву, говорю, как вы там с Читы приехали? Нет. Он говорит, папа, мы благодарим Бога, что вода у нас есть. Это человек, который прожил в Америке. Он благодарит Бога, что вода есть. Это человек, который понимает, что такое Господь. Это человек, который понимает, что такое Бог. Который видел чудеса. Который видел чудеса, которые Бог творил через них. Понимаете? Потому что там они видят чудеса, там они видят Бога, они едут в поезде, к ним военные, русские военные начинают девчат забирать и в купе себе тащить, а они стоят, ребята молодые, что они сделают? Они становятся в проходе на колени и молятся. Идут чеченцы по вагону и говорят, а кто тут стоит молиться на коленях? Вы что, мусульмане что ли? Говорят, нет, мы христиане, но вот наши девчат хотят с ними плохо сделать. Кто? Слушайте, пример у вас, и они идут туда. Все, вопрос решен. Все, они заходят, а вы что? Мы вас выкинем с поезда сейчас. Николай Алексеевич, у нас в Сакраме-то так много мусульман. У вас есть какие-то идеи? Идеи. Надо им проповедовать Христа. Они с удовольствием принимаются, они слушают о Христе. Они приехали сюда. Не надо их бояться. Не надо их бояться. Они такие же люди. И тот их закон, который их законы. Почему сегодня много мусульман приходят в христианство? Гораздо больше, чем... Из христианства в мусульманство. Да. Много приходят. И мусульманство увеличивается не за счет, что они принимают. Новопоколевших, а за счет новорожденных. А за счет новорожденных. Да. Вот. Но христианство их много принимает. Вы понимаете или нет? Им надо не бояться, им надо говорить об Иисусе Христе. У них есть в Коране Иса, это Христос. У них есть. И надо им говорить, надо их любить, надо хорошо к ним относиться, надо с ними правильно относиться. Николай Алексеевич, ну если за минуту, что вы им говорите? Мусульманам. Что Христос мой Спаситель, который у вас есть в Коране. И Он может ответить на твою молитву. И Он может ответить на твою молитву. Ты можешь проверить, ты можешь пригласить Его. Ты можешь обратиться к Нему, Он тебе ответит. Он реальный Бог. Сильно. Сильно. Это работает. Николай Алексеевич, что для вас счастье и смысл жизни? Жить во Христе. Что Христос со мной. Вспомните какой-то пример или пожелание, которое вам сделали, и вы запомнили на всю свою жизнь. Ну, мое пожелание? Нет, которое вам дали. Мне дали проповедуя слово. Вовремя и не вовремя. Проповедуя, все время говори, все время помни, что жизнь она короткая, что жизнь она может быстро закончиться. И самое главное, это прожить со Христом. Не самое главное, заработать деньги, купить дом, купить машину, стать богатым. Это все мираж. Это все пройдет. Николай Алексеевич, наши смотрят на американских пастыли, в которых ни в чем нет нужды. Может быть, из-за этого они тоже думают. На какую тему вы бы говорили, последнюю проповедь? Вы соль земли. А у нас есть чуть больше двух минут. Хотите поделиться мыслью? Мы есть соль земли. Если мы не будем осолять этот мир. Кто будет? Кто будет? Христос сказал, вы есть соль земли. Если бы мы правильно осоляли мир, если бы мы правильно все трудились, если бы мы шли, проповедовали Евангелие и осоляли этот мир с соленостью, духом святым. Не было ни войн, ни конфликтов, не было войны. Уже Христос бы пришел. Но мы забываем, что мы соль земли. Мы думаем, да это меня минет. Да это меня. Мы лезем в политику. Мы лезем в то, думаем, если мы вмешаемся в политику или посмотрим новости, что-то изменится. Наша духовность может поменять мир. Любой человек, который появляется среди неверующих людей, среди халдеев, среди курящих, я появлялся на работе в бригаде. Один человек, который ничего им не говорил о бой. Мой вид им мешал матюкаться, мешал им пить. Мой вид их раздражал. Мое присутствие. Это всегда, сто примеров могу рассказать. Ваши родители такие были. Мы так жили. Везде, где я не появлялся. Я в армию пришел. Верующий человек. Мне подходит врач и говорит, я тебя забираю, ты меня будешь возить. Потом его переводят в другой командир, старший командир. Говорит, я тебя забираю, ты иди ко мне. Мне твое нравится поведение. Не курит, не пьет, не матюкает. Жизнь проповедь. Жизнь. Жизнь проповедь. Жизнь. Ты живи как надо. Не подстраивайся под этот мир. Мы же подстраиваемся под этот мир. Мы теряем соленость. Потому что подстраиваемся под этот мир. Мы хотим скопировать мир. Мир затащить в церковь. Нет, мир должен меняться от нашего присутствия. Мы не должны спекулировать этим. Понимаете? Мы должны честно жить. Мы должны правильно жить. Мы должны исполняться Святым Духом. Каждое утро надо читать Писание. Каждое утро надо молиться. Каждый день надо вызывать к Господу. Постоянно надо жить к Господу. Не только в церковь ходить раз в воскресенье, а каждый день жить к Господу. И если мы будем осолять этот мир, мир будет меняться. Он будет совершенно другой. Если взять соль, насыпать на ледяную дорогу, что с ней будет? Растанет. Почему? Мы соль земли. Христос сказал, вы есть соль земли. И если вы потеряете силу. А как можно потерять силу? Потому что мы используем свою силу в другом. Мы тратим свою силу в материальном, в материальной жизни. Мы неправильно тратим свою соленость. Но мы должны ее использовать для проповеди Евангелия, для привлечения людей. Сколько людей в Сакраменто неверующих? Полно. Кто их приглашает? Никто. Машины им только продают. Еще и плохие. Или квартиры. Ну, конечно, плохие. Бизнес только на них делают. Подождите. Мы должны проповедовать. Поповедовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok